Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо руководству концерна, которая подготовила всех ребят. Серебро AtomSkills 2017 Информация всегда такая полезна, чтобы не было лишних каких-то кривотолков, суждений и так далее. Презентация экологического отчета Как вы поймете, что такое Родина, страна, ее защита, безопасность и так далее, таким будет завтра наш народ. Десятый международный военно-патриотический слет Отечества Я в этом году отдыхаю первый раз в нашем профилактории. Тут очень хорошо. Баскетбольный лагерь На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка всех атомных станций, входящих в контур концерна «Росэнергоатом» составляет 103,1% от задания к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленское сообщил главный инженер предприятия. Треть блока в работе с суммарной нагрузкой 3024 мегаватта. Событий, требующих сообщения в регулирующие органы и расследование в санкционном уровне за прошедшую неделю нет. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленск-АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. На прошлой неделе подано 82 ППУ. Всего на сегодняшний день 668. Принято всего 385 за неделю 75. И реализовано всего 173 за неделю 35. По ПСР-проектам всего открыто 117 ПСР-проектов на сегодняшний день. Из них 97 руководителями 1-2 линейки. За неделю открыто 23 ПСР-проекта. Реализовано 12. Из них 8 ПСР-проектов 1-я и 2-я линейка. Выработка электроэнергии за 3 дня июля составила 145 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 52 миллиона. С начала года выработка составила более 12 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 995 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Одна из медалей отраслевого чемпионата профессионалов AtomSkills 2017 принадлежит Смоленск АЭС. Дежурный электромонтер электрического цеха Александр Буланцев и его наставник, ведущий инструктор учебно-тренировочного подразделения Александр Родичев стали серебряными призерами. В компетенции электромонтаж соревновались 28 человек. По словам Александра Родичева, справиться со сложными задачами нашему чемпиону помогли внимательность, вера в свои силы, поддержка руководителей и коллег, которая ощущалась даже на расстоянии. Менее трех баллов отделили его от золота. После подведения итогов все держалось в строгайшем секрете. До последнего не каждый участник знал, что он сделал. Конечно, были предположения, что, может быть, в тройке лидеров буду, но каждый раз то настроение повышалось, то оно падало, и ты не знал, куда себя деть. Но как только объявили второе место, сразу расслабление, радость, восторг, что не зря съездил. У нас была команда образования перед конкурсом, и все стремилось к тому, чтобы мы стали единой командой, верили в победу и отвечали за результаты. Вот это, конечно, ценности Росатома помогают. Призер советует всем, кому предстоит попробовать свои силы в следующих чемпионатах, учиться концентрироваться в критический момент и держать себя в руках. Если что-то не получается, не паниковать. Уверенность приходит с опытом, поэтому нужно заниматься самообразованием, больше времени уделять практике. А еще успех напрямую зависит от желания и стремления к поставленной цели. Публичная презентация отчета по экологической безопасности Смоленской АЭС состоялась в администрации Рославля. На презентации присутствовали руководители района и главы муниципальных образований Рославского района. Услышать из первых уст, какая экологическая обстановка, какие затраты, это всегда людям не только интересно, но и информация всегда такая полезна, чтобы не было лишних каких-то кривотолков, суждений и так далее. Представленные специалистами Смоленской АЭС экологические показатели работы станции подтвердили, что предприятие оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Данный мониторинга радиационной обстановки, как и в предыдущие годы, в Десногорске и Рославском районе соответствуют естественным природным значениям. Очень часто дети спрашивают, в частности обращаются ко мне с запросом школьники, которые проходят в рамках научных конференций, организованных в Рославле. По всем вопросам, которые есть, вот эти брошюры помогают ребятам именно в написании их научных докладов. Соответственно, уже потом рассказать об этом могут они своим родителям, своим односельчанам, если это в селе, или жителям Рославля. Жители Рославского района не только выразили заинтересованность к природоохранным инициативам Смоленской АЭС, но и отметили значимость предприятия для региона. Атомная инстанция является высокотехнологичным предприятием, поэтому за такими технологиями будущее, поэтому мы относимся однозначно положительно. Мы надеемся на то, что у нас с экологией будут все в порядке, ну и надеемся на то, что атомная станция будет развиваться дальше и дальше. С отчетом по экологической безопасности Смоленской станции можно ознакомиться на сайте концерна «Росэнергоатом» на странице «Смоленск.АЭС» в разделе «Безопасность и экология». В городе спутники Смоленск-АЭС Десногорске завершился юбилейный 10-й международный военно-патриотический слет Отечества. В этом году его участниками стали более 90 подростков из военно-патриотических объединений городов-спутников атомных станций Десногорска, Курчатова, Соснового Бора, Удомли, а также Смоленска и Чаусы Республики Беларусь. Организовали слет Смоленск-АЭС и администрация Десногорска. Приветство юных патриотов на открытии военно-патриотического слета директор Смоленск-АЭС Павел Лубенский пожелал всем ребятам стать настоящими патриотами и защитниками своей Родины. Родину нужно любить и защищать. Защищать нужно самих себя, свою семью, своих близких и с ответственностью отходить к долгу, который перед нами встанет. Российской армии нужны здоровые, сильные, мужественные защитники. В течение девяти дней под руководством опытных инструкторов из молодежной организации Смоленск-АЭС подростки осваивали основы военно-тактической подготовки, приемы самообороны и рукопашного боя, отрабатывали навыки скалолазания на тренировочной стенке, учились ориентироваться на местности, обращаться с оружием, играли в военно-тактические игры, учились поисково-разведывательному делу, не менее насыщенными были вечера и выходные. Молодежь побывала на казачьем фестивале «Казарла», посетила с экскурсии музей поискового движения и учебно-тренировочный полигон пожарно-спасательной части при Смоленск-АЭС. В один из вечеров состоялась патриотическая акция «Связь поколений», на которой с ребятами встречались ветераны воинской службы, работники Смоленской станции, проявившие свои лучшие военно-патриотические качества во время армейской службы, а также представители комитета солдатских матерей. Мы не только получаем навыки на полосе препятствий, на турнике, с автоматом, но еще воспитываем свой дух, готовность к выполнению той задачи, которая нам необходима. Самый младший юнормеец, 9-летний Иван Гурный из Десногорска, рассказал, что в День памяти и скорби в лагере зажигали свечу памяти и вспоминали о подвиге наших солдат в годы Великой Отечественной войны. Я стоял возле кургана в этот раз, я юнормеец. Мои родители шли в бессмертном полку. Мой прадед воевал и погиб за Родину. За время, проведенное в полевом лагере, ребята многому научились. Большинство из них показали прекрасные спортивные результаты в различных состязаниях. В отдельных номинациях они удостоились грамот и медалей. В общекомандном зачете по результатам прохождения полосы мужества первое место заняла команда клуба «Пластун» из Смоленска. Второе место – команда из «Чаусы». Третье место – команда из «Курчатова». Приезжаю сюда уже второй год. Здесь первый раз очень понравилось. Решили еще раз приехать. Условия хорошие, кормят хорошо. Много чему научился. Разбирать автомат, узлы вязать, костер разжигать за очень короткий промежуток времени. Нам тут очень понравилось. Мы смогли проявить свои патриотические качества, смогли проявить свои физические данные. Наша команда заняла третье место, чему мы рады. Я бы хотел посоветовать тем, кто смотрит это телевидение, чтобы, если вы подходите по году рождения, чтобы приезжали на следующий год сюда. Будет так же интересно. Уникальный шанс активно отдохнуть на природе и получить прекрасную игровую практику вновь предоставила Смоленск АЭС воспитанникам Центра спортивной подготовки «Динамо Русатом». Летние каникулы 35 юных баскетболистов начали в санатории-профилактории «Лесная поляна». Отрабатывали технику и тактику, одновременно укрепляли здоровье. Три июньских недели пролетели как один миг, оставив массу незабываемых впечатлений. Я в этом году отдыхаю первый раз в нашем профилактории. Тут очень хорошо. Мне тут нравится играть в баскетбол, тренировки. Мы еще можем играть в гангбол, пионербол. И еще мы один раз играли в футбол. Мне тут очень сильно нравится проводить время с моими друзьями, с тренером. В «Лесной поляне» было все, что нужно для восторга детей, влюбленных в баскетбол. Оздоровительную и спортивную атмосферу создали тренеры Даниэль Кобедин, Евгений Томиловский и коллектив санатория-профилактория. Делаю тренировки интересные для них, чтобы они были заинтересованы, чтобы увлекались много соревнований, всяких эстафет во время тренировок. Поэтому дети увлечены, вроде бы довольны. Позже в своих сочинениях, представленных на конкурс, который организовало Управление информацией Смоленской АЭС, юные баскетболисты написали много и о режиме дня, и о своих тренерах, и о тренировках с отжиманиями, прыжками, упражнениями на ловкость и координацию, отработка, ведение мяча, бросков, передач, защиты и нападения. Практически все отметили, что в «Лесной поляне» очень вкусно и сытно кормили. И жизнь на свежем воздухе среди высоких сосен всем очень понравилась. Каждый стал выносливее и увереннее в себе. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова